Приветствую вас! Давайте разберем ваши вопросы. У меня есть ребенок от мужчины, с которым по сути нет отношений. Однажды ошиблась, но не жалею. Так как есть замечательный сын три года, мужчина закорнил их холостяк, а в его сорок лет родила ему первенца, и думала, что это изменит его в плане серьезности. Но увы, жить вместе не хочет, вытрепил нервы в своей холодности. Вот как бы здесь у нас есть уже набор определенных факторов, или факторов, если хотите, которые, наверное, можно было бы вам как-то вот предоставить. Другой вопрос, конечно, заключается в том, согласитесь ли вы с ними или нет. Я вижу в этом аспекте, в этом моменте примерно следующее. Я вижу, что у вас есть некоторая проблема здесь с построением отношений с мужчинами. Вот, в первую очередь. Я вижу здесь, вероятно, ваше стремление к тому, чтобы себя защитить. То есть базовая потребность в безопасности. Она же, эта базовая потребность в безопасности, сейчас приводит к тому, что мужчина делает то, что делает. А именно, значит, как-то вот не уважает, получается. Ваше, ну, личное пространство, да, приходит в вашу квартиру, получается, в вашу квартиру как к себе домой и так далее. То есть это проблематика, конечно, личных границ. Мы имеем дело здесь именно с этим, конечно же. В первую очередь нужно работать. То есть работать нужно именно с вашими личными границами, которые у вас явно не простроены, чёртко. Вот. А то, что мужчина решил купить вам квартиру с ребёнком, конечно же означает, что по сути он вас купил. Как бы вам неприятно было это флешить. И теперь он просто делает то, что считает нужным. Вот. Вне зависимости от того, как вы, там, грубо говоря, да, к этому относитесь. Вот. Совершенно вне зависимости. Вопрос заключается немножко в другом, в том, что вы как-то позволили ему это сделать. То есть вы позволили человеку купить вам вот квартиру. Вот. Почему-то. 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 Вы позволили это сделать. Вот. А почему вы позволили это сделать? Также из базовой потребности в безопасности. Вот. Которая у вас очевидно имеется. Которая у вас очевидно есть. Вот. И это вот такая потребность, если угодно, такое состояние, если угодно, при котором человек испытывает трудности в том, чтобы как-то вот, ну, чувствовать себя уверенно, чувствовать себя спокойно, чувствовать себя как-то вот, ну, защищенно может быть и так далее. Вот. И ответственность, что важно. За это ответственность вы перекладываете на мужчину. Вы говорите, что вот, хотя думал, что он изменится после рождения ребенка, он не изменился. Вот. 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 Ну, почему он должен измениться, это, это один вопрос. Конечно. Вот. Чему он должен меняться, это, это уже один вопрос. Вот. Ваши ожидания были именно такие. Ну. Соответственно. С этим мы будем в первую очередь работать. Понимаете? Вопрос здесь. Вопрос. Вопрос. Здесь вопрос. Вопрос. Еще ведь и в юридическом плане, если квартира принадлежит мужчине, он имеет право не уходить. А вы не имеете право его, ну, как-то, лишать этого, да, и не имеете право ограничивать его посвящение. Потому что же уплощите его. Вот. Вот. Дальше. Вот вы пьете, вытрепил нервы своей холодности. То есть, что здесь происходит? По сути. По сути, вы прикладываете ответственность на мужчину за свои, скажем так, ну, переживание. Вот. То есть, вы чувствуете, что нервы трепятся, вы сами чувствуете это. Но то, что трепятся нервы, вы приписываете это мужчине. Вы говорите, что, ну, это, это ты виноват. Вот. Ты виноват, что, ну, что у меня, значит, нервы трепятся. Вот. Это ты виноват. Ты в этом виноват. Как бы, как бы, ну, как бы, как бы говорите вы ему, ему, ему вы говорите это. Вот. Вместе с тем, не замечая того, какой вы сами делаете вклад в то, что происходит. Ну, я в том смысле, я в том смысле, что нервы ваши трепятся, в том числе и потому, что вы этому позволяете происходить. То есть, иными словами, да, вы, ну, грубо говоря, вы что-то делаете. Вы что-то делаете для того, чтобы это было возможным. Вот. Что именно вы делаете и как именно вы делаете, нужно, конечно же, смотреть и исследовать. Вот. Но то, что имеется, вот, скажем, ну, скажем так, ваш, ваш вклад, вот, то, что имеется ваш вклад в то, что происходит, это факт. Вот. Нужно только, только понять, какой он этот вклад, а то, что, что вы делаете для того, чтобы это было реально. Вот. Дальше. Купил нам с ребенка в квартиру, лишь бы не жить вместе. Ну, постараюсь, да, а вы по-году. Но меня хотел смотреть как на мебель, хотя до рождения ребенка постель была постоянно, видела, что очень тянется и очень привлекая его, как женщина. На другом режиме, так как он очень закрытый человек, и что у него в голове понять сложно. Ну, вам в этом смысле-то и не надо понимать, что у него в голове. Вот. Вам достаточно было бы к себе разобраться. Вот. А понимать, что в голове у другого человека это неблагодарное дело и в общем и целом может, ну, обернуться очень серьезными трудностями. Вот. Ну, в какой-то степени вот уже, можно сказать, оборачивается, да, то есть уже вы чувствуете вот на себе эту историю. Уже вы чувствуете, как тяжело вам, вот, ну, понимать, да, ну, человека и так далее. Вот. То есть это, это неприятно, конечно, то, о чем я сейчас говорю. Вот. Но, опять же, это реальность. Вот. Вот. И было бы здорово, если вы к этой реальности сами, ну, по крайней мере, вот, старались бы, ну, приблизиться. Да? Вот. Потому что, в противном случае, вы будете в зависимости от мужчины и дальше. Так же, как сейчас. Теперь из-за него самооценка на нуле, потому что вы очень хочется женского счастья в нормальных отношениях. Ну, что мы здесь имеем? Во-первых, мы имеем здесь то, что вы говорите о своей самооценке и что из-за него она вас на нуле. То есть, опять же, здесь вы перекладываете ответственность на человека. Вы, как бы, говорите ему что, ну, вы, как бы, говорите, точнее, не ему, а вот, ну, просто говорите, что это все из-за тебя. Да. Это все, ты виноват. Говорите вы. Вот. Это все вот, что, ну, по твоей вине, это все, это все произошло. Вот. Но штука в том, штука в том, что фанатинка, ну, ваш фанатинк, не могла, быть на нуле только из-за этого случая. То есть, иными словами, если, если ваша самооценка на нуле, на нуле сейчас, то, скорее всего, ваша самооценка была на нуле, ну, давно уже. Просто вы, в силу ряда причин, этого не замечали. До той поры, пока не столкнулись вот с тем, с тем, с чем столкнулись. То есть, до тех пор, пока вот не произошла эта ситуация. Неприятная ситуация, конечно, безусловно, да, ситуация неприятная. Вот. Но, тем не менее. То есть, фанатинку определяет не другой человек, а вы. И вы чувствуете себя сейчас, ну, вот, так, как чувствуете. Не из-за него, а потому что изначально находились в уязвимом положении. Что это за уязвимое положение? Я сказал. Постарался по крайней мере вам это описать. Вот. При этом, ну, отдавая себе отчет, как бы, в том, что, вот, вероятно, да, вы с этим не согласитесь. Вот. Дальше. Так. Очень хочется женского счастья и нормальных отношений. Прекрасно вас понимаю, что хочется женского счастья и нормальных отношений, но… Странно… не странно ли? Вы, ну, вот, в данной ситуации, да, не странно ли, что вы, живая, нормальных отношений и женского счастья, Вы, выбираете себе в партнере, холостяка. Как вы сами говорите и, как вы сами говорите, холостяка, закоренела, да? Не странно ли, что, значит, желаю семьи, вы выбираете родить ребенка до брака, надеюсь, что вот человек изменится, да, надеюсь, что он будет другим и так играло. Вот. То есть, если вы и хотите вот нормальных, ну вот нормальных отношений, если вы и хотите их, то это вызывает вопрос. Каким образом вы к этому стремитесь? Каким образом вы к этому стремитесь? Вот. И вы говорите, хочется женского счастья, а что это такое? Ведь опять же женское счастье предполагает, что рядом с вами обязательно кто-то должен быть. Вот. Ну, это история, к сожалению, я бы сказал, также про зависимость. Вот. Вот. К сожалению. Вот. Хотел бы, ну отдельно это подчеркнуть. Вот. Что это история про зависимость. Вот. Про зависимое положение, по сути. Свое. Дальше. Так. Стало нервно и даже эта квартира не радует. Отчего нервно? В ней нет счастья. То есть, ваше счастье в другом человеке. Оль приезжает как каждый день в эту квартиру, как к себе домой. Без ангара, запреждения, бесстременно врывается, иногда по делу, иногда нет. Может поздно вечером приезжает, может рано утром. У меня есть знакомый, присматриваюсь к нему, хочется общаться. Мне он тоже очень приятный. Мы с перспективой хотели бы построить семью, если все сложится. Ну вот. Снова здесь история, во-первых, про то, что построение семьи что-то мешает. Это не случайно. Вот. Совершенно не случайно, что построение семьи что-то мешает с вами. У вас. Вот. Дело в том, что это, на самом деле, это подразумевательный страх. Вот. Перед серьезными отношениями у вас. Здесь. Ну вот, все время, все время, да, что-то мешало. Все время какие-то препятствия появляются. Этот проходный двор убивает меня из коллеги. Ну, нужно здесь, в первую очередь, конечно, понять, что этот проходный двор стал возможен. Вообще. То есть, как этот проходный двор стал возможен, в принципе. Вот. За счет чего он стал возможен? Ну, за счет чего он стал возможен? И так далее. Вот. Это очень важно. Это очень важный момент. Если вы не понимаете, каким образом вы оказались в этой ситуации. Да? Вот. Если вы не понимаете, как вы оказались в этой ситуации. Если вы не понимаете того, что вы делаете лично для того, чтобы в этой ситуации оказываться, то она, эта ситуация, не изменится. что я имею ввиду сама по себе. Вот. То есть, вам здесь нужно смотреть. Смотреть именно вот в этом направлении. Ну, желательно. Дальше. Я бы могла ездить к нему на ребенку комфортнее у себя в комнате. Значит, не очень понятно, что вы здесь имеете ввиду, да? Кому вы могли ездить и, в общем, в целом, при чем здесь ребенок? Вот. Причем, как бы, ну, то, что, то, что ему вот, значит, комфортнее, вот, как вы говорите, в комнате у себя. Ну, вот. Я, честно говоря, этот, этот момент не очень понял. Вот. Как вы, как вы это, ну, связываете между собой. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, понятно, что ребенку будет лучше у себя в комнате. Вот. Это правда, что ребенку будет у себя в комнате лучше. Да. Ну, вот. Ну, как вы это соотносите? Вот. Для меня пока не совсем понятно. Вот. То есть, вы здесь как-то про то, что боитесь ребенка одного оставлять. Вы здесь как-то про то, что этот мужчина не хочет к вам приезжать. То есть, вот, тут вот не я. Вот. Или вы про то, что ребенок, там, боится, ну, выходить, например. Ну, боится выходить из дома, например, опять же. Вот. То есть, я, честно говоря, вот этот момент, да, не очень понял. Хотел бы, ну, его прояснить. Дальше. Несколько раз объяснилась у ребенка, что надо предупреждать о приезде заранее, мне могут быть свои планы, тем более, с нами ты не живешь и сам выбрал этот путь. Ну, здесь, во-первых, чувствуется обиды вашей. То есть, как бы, ну, такой вот, знаете, намек идет, что ты сам выбрал этот путь, да, и с нами не живешь. То есть, вот, ну, как бы, как будто вы обвиняете человека. Так, так это выглядит. Ну, вот. Ну, может быть, я опять же ошибаюсь, конечно, но выглядит это, выглядит это именно так. Ну, вот. Ну, опять же, непонятно, на что вы опираетесь. Ну, да. То есть, вы ему объясняете, что привет, так, ну, да. Вот. А, на что вы опираетесь? Ну, вот, вот, ну, в буквальном смысле. На что вы опираетесь? Говорят, к чему вы опилируете? Почему, грубо говоря, вот, грубо говоря, а почему человек, да, не может приезжать к вам? Вот. Это очень, это очень важно. Очень важно, чтобы вы сами для себя в этот момент определили. Вот. Чтобы вы сами себе его объясняли, окей, а почему так? Вот. Вот. Вот это очень важный, очень важный аспект, на мой взгляд. А вот, на который вам нужно обратить свое внимание. Сейчас. Конечно же. Вроде соглашается, и снова приезжает, и своим ключом открывает двери. Под количество дел. Что делать, чтобы что? Чтобы мужчина не приезжал вот так, и не открывал, значит, своим ключом двери. Если это, то нужна мотивация человеку. Человек должен захотеть. Человек должен именно, именно вот захотеть. Так, ну, к вам прислушаться. Вот. Пока, ну, мы можем видеть, что человек особо не хочет. Вот. То есть, у него нет мотивации. Это дело. Вот. Ну и, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы эта мотивация у него появилась. Вот. И все. А еще очень важный момент заключается в том, чья это жилпост? Вася или мужчина? Кому она принадлежит? Это жилпост. Если, как я уже сказал, жилплощад принадлежит мужчине. Вот. То есть она его. Ничего здесь, ничего здесь не сделает. Это его жилплощадь. И он будет приезжать туда столько, сколько хочет. Вот. Понимаете, да? То есть, как будто бы проблема для вас не в том, в каком положении вы находитесь. И не в том, какие психологические конфликты у вас есть. А, как будто бы, чтобы просто заставить мужчину мне приезжать, когда он хочет к вам в квартиру. Ну, на мой взгляд, это меньше из ваших трудностей. Ну, я имею ввиду, с которыми вы сталкиваетесь. Это меньше из ваших проблем. Вот. Я думаю, что когда и если вы решите те проблемы, о которых я говорил, например, когда и если вы это сделаете. Я думаю, что все остальные проблемы решатся. Все остальные проблемы автоматически нивелируются. Вот. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю так. Можно вам ответить. Вот. Поэтому решайте вы, решайте вы сами, в каком направлении вы будете двигаться. И, исходя из этого, уже, выбирайте себе, скажем так, помощь, ну, которая вам понадобится. Вот как-то, как-то так. На мой взгляд, психоэмоционально не завершив одни отношения с этим мужчиной, а вы психоэмоционально их не завершили. Вступать в другие отношения означает также влиять на них деструктивно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сначала нужно психоэмоционально завершить отношения с этим человеком. Вот. Потом ребенка. Чтобы не было, вот, ну, трепания нервов, да, вот, с его, например, стороны. Вам. Вот. Чтобы не было обид, чтобы не было прикладывания ответственности. Вот. Дальше необходимо вам более полно опираться на себя. Сейчас этого не происходит. Вот. Решить свои конфликты. Внутренние, ну, внутренние противоречия, конфликты, которые у вас есть решить. Вот. И тогда уже смотреть. Ну, и последнее. Психолог не дает советов прямых. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. дав père руку. Удачи вам. अव्या- avec Joe ुoth utz. Bye.